Но можно вложить очень небольшие средства для того, чтобы, наконец, защитить важные объекты. Украинские дроны продолжают разносить военные объекты на территории России и на днях установили новый рекорд. В Астраханской области удалось поразить новейший российский истребитель Су-57 стоимостью в десятки миллионов долларов. Ну, очевидно, что всюду, куда может долететь, долетит. Всю неделю украинские беспилотники, как обычно, поражали на территории России нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы, из-за чего у российских пропагандистов случились новые истерические припадки. В частности, Соловьев стал возмущаться из-за того, что в России практически не работает ПВО и не защищает важные объекты на ее территории. Удар по очередному НПЗ. Но можно вложить очень небольшие средства для того, чтобы, наконец, защитить важные объекты. Закройте направление подлета сетками, поставьте систему защиты. Ну, азбучные вещи. Но, как оказалось, это была только присказка. 8 июля украинские беспилотники долетели до военного аэродрома в городе Ахтубинск Астраханской области, где поразили новейший и очень дорогой российский самолет Су-57, который стоял просто под открытым небом, даже без всякой защиты. И оказалось, что военный аэродром с такой дорогой техникой в России тоже не защищен ПВО, и его легко могут поразить простые и дешевые украинские беспилотники. Ну, смешно. От такого поворота событий зет-блогеры уже не выдержали и стали истерить и поливать грязью российское военное начальство. Да, вчера аэродром в Ахтубинске подвергся атаке БПЛА. Три штуки долетело. Осколками получил повреждение Су-57. Сейчас определяется, подлежит он восстановлению или нет. Если нет, то это будет первая боевая потеря Су-57 в истории. Я еще раз подскажу. За цену только одного этого Су-57 укрытия от БПЛА можно было построить всем самолетам страны, пишет российский блогер Файтер Бомбер. Еще более эмоционально отреагировала пропагандистка Анастасия Кашеварова, которую буквально прорвало, и она стала рассказывать в своем телеграм-канале, какая дичь и какой беспредел творится в российской армии. Дронами за копейки ВСУ уничтожили Су-57 за 4,5 миллиарда рублей. Вот я сейчас скажу ту правду, которую обсуждают все, но не говорят, дабы не обидеть военных. А я обижу вас, господа военные. И нормальные ребята, которые реально воюют, поймут, что я не про них, а про тех, кто в тылу зарабатывает на горбу своих сослуживцев. Идет техника по железной дороге, неприкрытая, стоит в прифронтовых районах, ее же все видят, охраны нет. Привозим вам рэп, дроны, вы это перепродаете. По телевизору показывают, как вы героически палками и мешками отбиваетесь от дронов. А где ваши автоматы? Где ты кинул личное оружие? Оружие не чистят, не ухаживают, разбрасывают. Кидают танки, технику дорогостоящую, буханки, уазики не сами купили, можно разбивать. Бабки с пенсии еще накидают, волонтеры привезут. Военная полиция водку у некоторых ящиками разбивает, а они женам жалуются, что их прессуют. А знает ли жена, что те деньги, которые должны быть на семью, он потратил на баб и на водку, а могли бы мавик купить? А волонтеры некоторые, которые берут деньги за репост сбора, это вообще просто мафия. Мы на Запорожье, Херсон и ЛНР отправили помощи на десятки миллионов различным подразделениям, всем миром собирали для пацанов. А потом я узнаю и мои коллеги, что вот там продавали дроны, вот тут по пьяни разбили связь, которую делали, вот тут профукали дорогущий рэп. Да и сами себе они даже не скинулись по 10 тысяч, чтобы приобрести хоть что-то. Но когда бабульки по 500 рублей скидываются, а ты, зная, как тяжело, проигрываешь деньги, пробухиваешь или продаешь гуманитарку, кто ты после этого? Или местные власти продают в магазинах гуманитарку с надписями «Единая Россия» и «Народный фронт»? Всех, кто ворует, подставляет, дезертирует, бухает, саботирует, всех по законам военного времени наказывать. Нужно прекращать эту тортугу. Дисциплина, военно-политическая работа нужна. Крутые замполиты нужны, в отчаянии пишет Анастасия Кашеварова. Особенно про замполитов мне понравилось. Ну да, замполиты точно помогут. Советскому Союзу же помогли. В общем, если бы такой пост про российскую армию написал бы кто-то из украинских журналистов, это бы сразу объявили украинской пропагандой, что мы все врем, выдумываем. Но это пишет российская пропагандистка Z-военкорша Анастасия Кашеварова, которой ну точно нет смысла подыгрывать украинской пропаганде. Она поддерживает войну, естественно, она поддерживает Россию, Путина. То есть она еще преуменьшает. Вот то, что она описывает, это где-то там одна десятая того, что реально в российской армии происходит. Понятно, что она не пишет все. Но даже этот ее пост, он на самом деле дает представление о том, что там творится. Какой беспредел, какое воровство, коррупция, разложение. И понятно, почему это происходит. То есть она взывает с таким возмущением, мол, ну как же так. Но понятно, почему такое отношение. То есть если бы российские солдаты, российское командование реально верили, что идет какая-то справедливая или как они там говорят, да, священная война, там враг у ворот, когда вот немцы под Москвой, давайте сплотимся, да. То есть тогда бы, конечно, все было по-другому. Был бы другой боевой дух, ну было бы не до воровства, не до продажи рэп там или гуманитарки. Тогда бы, конечно, все было бы иначе. Но почему они воюют так? Почему это воровство? Почему все все тырят? Почему все наживаются на этой войне? И сами русские это признают, да. Да потому что они понимают, что они не за родину воюют. Эта война несправедливая, это захватническая война. Колониальная война, как условный какой-нибудь Афганистан, да, то еще чуть-чуть похуже. И они понимают, что в этой войне, ну, собственно, во-первых, они не верят в победу сами, да, что ее можно там как-то выиграть и Россия от этого получит какой-то, ну, собственно, выигрыш, да, какой-то профит. Во-вторых, они понимают, что даже если там Россия, ну, условно говоря, проиграет, да, завтра там выйдет из Донецкой, Луганской областей, там, из Херсонской, Запорожской, ничего, на самом деле, в худшую сторону для России не поменяется. Она ничего не потеряет, она не будет уничтожена, она будет жить дальше. Все эти люди будут жить дальше, им будет, на самом деле, даже только лучше. Поэтому они так себя ведут, они понимают, что это война абсолютно грабительская, преступная. На ней наживается высшее начальство, там, да, в Кремле, вот эти все там околопутинские олигархи. И, соответственно, низовые все вот эти командиры, солдаты, простые военные. И они тоже понимают, что это просто такой большой хапок, да, то есть на этом нужно нажиться. Эта ситуация, она располагает к тому, чтобы все воровали. Наверху воруют миллиардами, а мы-то что, хуже? И они начинают продавать гуманитарку, они начинают продавать рэп, они начинают продавать дроны. То есть все понимают, что происходит огромное преступление. И каждый в этом огромном преступлении пытается урвать свой маленький небольшой кусочек пирога. Характерно, что буквально месяц назад, когда с поста министра обороны России сняли Шойгу и поставили Белоусова, вся вот эта публика, все эти Z-пропагандисты, типа Кашеваровой, да, и другие вот всякие ее коллеги, они буквально ликовали, у них был такой эмоциональный подъем, и они радовались и писали, что вот ура, значит, корень зла изгнали, пришел настоящий, честный Белоусов, вот он точно теперь разберется, прекратится вот этот беспредел, прекратится воровство. Сам Белоусов, выступая тогда во время своего назначения, сказал, что, мол, ошибаться можно, врать нельзя. То есть подразумевалось, что вранье, вот это все воровство, самая беспредельная коррупция, вот это разложение, оно теперь прекратится, и Белоусов такого уж точно не допустит. Ошибаться можно, врать нельзя. Но прошло совсем немного времени, и стало ясно, что просто вместо одной банды пришла другая, которая точно так же врет и ворует. И как следствие Россия пропускает унизительные удары от Украины, потому что нет укрытий, потому что нету ПВО, которое бы защищало российские аэродромы, ну, понятно, да, как вот в этой истории с самолетом Су-57. То есть каждый новый день войны, смотрите, он приносит России не укрепление авторитета, да, не укрепление ее какого-то престижа в мире, а только новые унижения и новые какие-то разочарования. Потому что Россия пропускает вот такие одни унизительные удары за другим, весь мир уже просто смеется над Путиным, он видит, что Путин слаб, что его армия вот так вот сыпется, что это она с таким противником, как Украина, вот так вот, да, воюет. А представляете, вот Америка сейчас наносила удары. Какие бы в России остались аэродромы? Какие Су-57, какие Ту-22? Да их просто бы смело там в считанные часы, там за несколько дней, вот этот весь путинский режим был бы разгромлен, ну, по-настоящему серьезным противником, с реальной массированной современной авиацией, ракетами, отсутствием запрета бить по территории России и так далее, да. И это всем понятно в мире, абсолютно всем, потому что, ну, а как иначе, да. И вот Украина, она как раз такой, как Давид и Голиаф, да. Украина, наоборот, показывает все время какие-то рекорды, каждый день какие-то новые достижения открывает, да, вот уничтожили самолет впервые в истории, да, историческое событие, новейшее, которое еще раньше не уничтожали, да. И по-любому, вот даже противник, это видно, да, по российским вот этим всем роликам, по их эфирам проникается уважением. Я буквально вчера цитировал, да, позавчера российские эфиры российских военкоров, и они все говорят, что Украина мощно воюет, Украина классно воюет, украинские там операторы дронов молодцы и так далее. То есть даже они вынуждены это признать. И рано или поздно в один день они признают свое бессилие, они признают, что ничего не смогут сделать с Украиной, и они признают, что им придется просто отстать и оставить нас в покое.